следует рассмотреть каковы те причины и начала наука которых есть мудрость если рассмотреть те мнения какие мы имеем о мудрым то быть может достигнем здесь большой ясности во первых мы предполагаем что мудрый насколько это возможно знает все хотя он и не имеет знания о каждом предмете в отдельности во вторых мы считаем мудрым того кто способен познать трудное и нелегко постижимы для человека ведь воспринимание чувствами свойственно всем а потому это легко и ничего мудрого в этом нет в третьих мы считаем что более мудро во всякой науке тот кто более точен и более способен научить выявлению причин и в четвертых что из наук в большей мере мудрость та которая желательно ради нее самой и для познания нежели та которая желательно ради извлекаемой из нее пользы а в пятых та которая главенствует в большей мере чем вспомогательная ибо мудрому надлежит не получать наставление а наставлять и не он должен повиноваться другому а ему тот кто менее мудрых вот каковы мнение и вот сколько мы их имеем о мудрости и мудрых из указанного здесь знания обо всем необходимо имеет тот кто в наибольшей мере обладает знанием общего ибо в некотором смысле он знает все подпадающие под общие но пожалуй труднее всего для человека познать именно это наиболее общее ибо оно дальше всего от чувственных восприятий а наиболее строгие те науки которые больше всего занимаются первыми началами ведь те которые исходят из меньшего числа предпосылок более строгие нежели те которые приобретаются на основе прибавления например арифметика более строга чем геометрия но и научить более способна та наука который исследует причины ибо научают те кто указывает причины для каждой вещи а знание и понимание ради самого знания и понимания более всего присущи науке о том что наиболее достойно познание ибо тот кто предпочитает знание ради знания больше всего предпочтет науку наиболее совершенную а такова наука наиболее достойным познание а наиболее достойны познание первоначалу и причины ибо через них и на их основе познается все остальное они они через то что им подчинено и наука в наибольшей мере главенствующие и главнее вспомогательный то которая познает цель ради которой надлежит действовать в каждом отдельном случае эта цель есть в каждом отдельном случае то или иное благо и во всей природе вообще наилучшее и так из всего сказанного следует что имя мудрости необходимо отнести к одной и той же науки это должна быть наука и следующие первые начала и причины ведь и благо это ради чего есть один из видов причин а что это не искусство творения объяснили уже первые философы ибо и теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать причем вначале они удивлялись тому что непосредственно вызывало недоумение а затем мало-помалу продвигаясь таким образом далее они задавались вопросом о более значительном например о смене положения луны солнца и звезд а также происхождение вселенной но недоумевающий и удивляющийся считает себя незнающим поэтому и тот кто любит мифы есть в некотором смысле философ ибо миф создается на основе удивительного если таким образом начали философствовать чтобы избавиться от незнания то очевидно к знанию стали стремиться ради понимания они ради какой-нибудь пользы сам ход вещей подтверждает это а именно когда оказалось наличие почти все необходимое ровно как и то что облегчает жизнь доставляет удовольствие тогда стали искать такого рода разумения ясно поэтому что мы не ищем его никакой другой надобности и также свободным называем того человека который живет ради самого себя они для другого точно также это наука единственно свободное ибо она одна существует ради самой себя